Валерию Касатонову было 5 лет, когда Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Несмотря на то, что он был ребенком, сегодня в свои 75 события долгой мучительной осады помнит до мельчайших подробностей. Бесконечные бомбежки и артобстрелы, страшный голод и холод. Недавно Валерий Федорович написал книгу «Ленинградская блокада в памяти сердца», на страницах которой страшные события 41-44 в городе Наневе оживают и не оставляют нас равнодушными. Нам читали про эту книжку и я очень понимаю, как сильно любили свою родину ленинградцы, как они защищали ее, как они не сдавались, они защищали свою родину. В памяти остались немецкие диверсанты, которые в момент бомбежки города, обычно по ночам это происходило, пускали зеленые ракеты из разных углов в центр, куда надо было бомбить немцам. И немцы смотрели, а и туда бросали бомбы. Как они там оказались? Я специально потом уже со взрослым изучал эти вопросы. Оказывается, ни десятки, ни сотни тысяч диверсантов были немцами подготовлены до начала Великой Отечественной войны. 900 мучительных изнуряющих дней. Именно столько длилась блокада города Наневе, унесшая полтора миллиона жизней. Под бесконечными обстрелами противника машины с продовольствием ехали по Ладожскому озеру. Дорогой жизни называли протоптанную колею. Но продовольствия катастрофически не хватало. Каждый житель получал только 125 граммов хлеба в день. Голод зверствовал, но приговор, который вынес этому городу Адольф Гитлер, похоронить Ленинград и всех его жителей, не осуществился. Неудивительно, что ветераны отмечают день снятия блокады как день второго рождения. Слишком много времени прошло, и ребенку трудно воспринимать те события со слов учителя, либо с кино, видео, фото. А вот общение с живыми людьми, которые пережили эти страшные события, это замечательная возможность воспитать у детей чувство мужества, гордости за свою родину. По традиции организаторы подготовили для ветеранов главных гостей мероприятия насыщенную программу. Гимназисты читали стихи, пели армейские песни, дарили подарки. У многих очевидцев войны на глаза наворачивались слезы. Образы страшных лет оживали в памяти снова и снова. Не оставались равнодушными и гимназисты. Именно на таких мероприятиях и воспитывается настоящий патриотизм. Я считаю, что вообще такие встречи нужно проводить как можно чаще, так как ветеранов становится с каждым годом все меньше и меньше. И мы должны помнить то, что они сделали для нас, для нашей Родины. Они создали будущее, которое сейчас есть. Без них бы этого всего не было. Сейчас уже невозможно представить тех чувств, которые пережили ленинградцы в освобожденном городе. В тот январский день в Ленинграде был салют. В этом году с заходом солнца тысячи петербуржцев вышли со свечами на Невский проспект, чтобы на площади составить цифру 900, смысл которой понятен каждому, кто хоть раз слышал о беспримерном подвиге города на Неве.